Нирвана Я люблю эту песню, никогда не смотрел видео, правда. Я люблю его. Так сильно. Кто-нибудь вообще понимает, что он поет? Я его так обожаю. Клипы когда-то были нормальными, и никто в них не раздевается. А мне нравится, как он сначала и да, а потом такой. Спокойненько так. Не, я бы не смогал пойти на рок-концерт. Меня там просто растоптали бы. Так, секунду, это было у Джей Зи. Это че, они украли это? Вот бы сейчас музыка была такая нормальная. Потому что нынешняя музыка какой-то мусор. Самая типичная их песня. Похож на Джокера в конце. Че за фигня? Харчип-бокс? Да. Че? Почему он на лугу и в нижнем белье? Я эту песню в Guitar Hero играла. О нет, это что, Иисус? Что это? Я обожаю все эти яркие образы. Я не знаю, что я смотрю. Выглядит как те чуваки из фильма «Атака на титанов». Ладненько. Куклус-клан. Блин, он такой симпатичный. Он вообще-то довольно симпатичный, что пугает, потому что он умер. Да при чем здесь Куклус-клан? А че происходит? Я вообще ничего не понимаю. Это что, крутили по телевидению? Они реально это показывали? Я что-то не поняла? Типа я должна сказать такая «Вау, это было так глубоко». Я никогда в жизни не был так озадачен из-за видеоклипа. Они звучат вживую, как на записи. Так, это была «Нирвана», да? Мне понравилось. Ну, мне вообще такая музыка на самом деле нравится. Ну так ты слышал когда-нибудь «Нирвану»? Да. Конечно, я слышал о «Нирване». Постоянно видели футболки, где «Нирвана» и смайлики. Да все слышали про «Нирвану». Тебе понравилась группа? Ну, они звучат хорошо, но, может быть, не совсем для меня. Я бы добавил приставку «Не». Но я бы не сидел и не слушал их часами. Да, мне нравятся «Нирваны». Группа на все времена. Да, мне нравятся. Сначала кричат, но потом такой расслабон. Мне нравится, что они такие, какие есть, а не пытаются быть кем-то другим. Я люблю рок, люблю... Ну, не знаю, просто люблю и все. Грустно, потому что он больше не с нами. Если в школе кто-то говорит, что он любит «Нирвану», то как он выглядит? Ну, они не моют волосы. Ну, типа хипстер, скейтер, длинноволосый, носит черные футболки, готичный, ну или пафосный. Хотя я встречал много людей, которым нравится «Нирвана», кстати. И они были, типа, ну, опрятные. Ну, они все разные. Ну, это такие ребята, которые слушают «Альтернативу», и я бы с ними затусила, потому что мне нравится «Нирвана». Итак, первое видео с моим с Лактин Спирит. Что думаешь о нем? Ну, мне понравилось. Хочу такую же вечеринку. Берегись, школа, потому что я собираюсь устроить вечеринку в стиле «Нирвана» в спортзале. Это метафора о том, насколько безумная жизнь у подростков. Они тусили и в то же время все громили, типа, как внутренний хаос. Что насчет второго видео? Это песня «Харший бокс». Ну, мне нравится, да, он был реально наркоманский. Мне кажется, надо закинуться кислотой или типа того перед просмотром. Это один из таких мощных клипов, которые усиливают звучание музыки. Я увидела членов «Куклу с кланом». Не любим этих людей. Что за фигня? Последнее видео было из «Анплакта» концерта, который они записывали для MTV. Но в отличие от других групп, которые делали это в то время, «Нирваны» решили не играть почти ни одного из их реальных хитов. Ну, это типа уникально, да? Ну, типа люди хотят смотреть вас по телевизору. Но они хотят услышать, как играют их любимую песню. Они это делают больше из-за любви к музыке, а не ради денег. Хотя вот эта вот песня, которую они играли, теперь одна из самых популярных их песен. Потому что они, ну, сделали это. Вы можете сравнить их музыку с рок-музыкой сегодня? Ну, типа я даже не знаю никаких хороших рок-групп сегодня. А что считается современной рок-музыкой сегодня? Я понятия не имею. На самом деле там ничего такого нет с таким же звучанием и атмосферой. Рок-н-ролл полностью разделился. Есть поп-рок и хардкор хэви-метал. В будущем будет такая группа, которая просто возьмет и соединит весь рок-н-ролл вместе. А ты знаешь, в каком жанре играли «Нирвана»? Не. Понятия не имею. Альтернатива? Гранж? Это гранж. Гранж-музыка. Это называли гранж-музыкой. Но они не очень гранжовые. Ну, типа, они могли бы стричь свои волосы. Звучит как гараж. Что это значит? Есть ли определение какое-нибудь? А что вы думаете об их вокалисте? Я люблю его, как музыканта и артиста. Он действительно увлечен музыкой. Но он был очень милый, был хорошим певцом. Ну, видно, что он был такой, типа, измученный душой. Я думаю, он был крутым чуваком. Это так ужасно, что все эти проблемы подавили его. И ему пришлось совершить суицид. А вы знаете, что произошло с вокалистом группы «Нирвана» Куртом Кобейном? Не, не знаю. Он ушел из «Нирвана», а затем стал барабанщиком? Или я с кем-то путаю. Он ушел от нас. А разве он не передознулся? Он убил себя. В следующем году будет 20 лет с тех пор, как Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством. Почему? О, нет! Я не знала, что это было самоубийство. Почему? Потому что они были настолько успешными? О, мое сердце, оно болит. Я прозвучу как сволочь, наверное, если скажу это. Но у него такая музыка, наверное, из-за места, откуда он родом. Мне немного стыдно за современную музыку. Типа, я знаю, что многие ненавидят Джастина Бибера. На его день рождения я видел такую тему «Убей себя, Бибер». Ну, как бы, если это произойдет, и что мы после этого скажем? Я до сих пор подавлен из-за этого. Типа, одна из величайших групп в истории, и я никогда в жизни не смогу увидеть их концерт вживую. Одна из причин, которые могли привести к этому, о которой говорили чаще всего, был уровень их известности. Говорили, что ему было некомфортно быть настолько знаменитым. Вся эта анти-мейнстримная музыка стала мейнстримом. Это как типа цитата из «Бэтмена». Либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не становишься негодяем. И что вы думаете об этой борьбе, в которой вы становитесь тем, кем вы не хотели быть? Это грустно, потому что люди, типа, они просто должны заткнуться и дать ему заниматься своим делом. Ну почему так? В этом есть смысл. Он такой, ой, я собираюсь сделать это, а потом все интерпретируют это по-своему, и в конечном итоге вы оказываетесь противоположностью того, кем хотели быть. С точки зрения Курта, я думаю, это было очень глупо делать музыку и надеяться, что она не станет популярной. Это показывает, насколько ужасно общество. Типа, этот парень просто хочет делать музыку, а вы доводите его до самоубийства. Одна из целей артиста — это стать известным. И тот факт, что он как бы отвергал это все, это правда интересно. Как только вы достигли такого уровня, возможно, это не очень полезно для человека. Что вы думаете о том, что даже сегодня ваше поколение слушает Нирвану и связывает себя с их музыкой, так же, как подростки 20 лет назад, слушающие Нирвану? Потому что молодые люди всегда проходят через одно и то же говно. У нас есть та же самая тревога, проблема и внутренняя борьба, что были у детей 50 лет назад. В общем, Нирвана выпустили только три студийных альбома, но, тем не менее, считается, что они очень сильно повлияли на рок-музыку. Что же у них такого, что привело их к такому большому влиянию? Они очень крутые. Я теперь больше уважаю их. Тот факт, что у них было всего три альбома, и они до сих пор такие популярные, это показывает, насколько они великая группа. Самоубийство. Люди хотят слушать их музыку больше из-за него. Это правда повлияло на многие группы в 90-х. И по-прежнему влияет. Прошло уже 20 лет, его музыка продолжает жить. Она по-прежнему трогает многих людей, значит... Типа, не зря жил.